Добрый вечер на первом Ярославском программе «Территория». Говорим о развитии муниципальных образований, их проблемах и перспективах развития. Сегодня обсуждаем Мышкинский район и в студии находится глава Курицын Анатолий Геннадьевич. Спасибо большое, что пришли. Первый вопрос. Как вы оцениваете стратегию развития Мышкинского района? Что она из себя представляет? Добрый вечер. Мышкинский и муниципальный район, как бы, определены у нас три направления. Первое направление – это туризм. Второе направление – предпринимательство и сельское хозяйство. А по всем вопросам гладко? Ну, по всем вопросам, конечно, не гладко. Сегодня есть вопросы о сельском хозяйстве. Ну, в этом направлении мы сегодня совместно с департаментом сельского хозяйства работаем. То есть сегодня взяли за основу вот эта работа с инвесторами. Немножко уже получается. Сегодня есть примеры возрождения. Это наша птицефабрика мышкинская, которая, можно сказать, что уже погибала. Но с приходом молодого инвестора, то есть работа пошла, строятся уже огромные объекты. И работают около 40 человек. Ну и дальше будем в этом направлении продолжать работать. Обязательно вернемся к этой теме. А давайте сейчас посмотрим сюжет, который подготовила наша съемочная группа. Будем говорить о берега укреплений и в основном направлении мышкинского района туризма. Два километра сто метров. Именно такова протяженность Волжской набережной в Мышкине. Берега укрепления – один из самых масштабных проектов, которые реализуются в Мышкинском районе. На все работы у строителей ушло меньше года. Средства были выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Всего проект стоил 510 миллионов рублей. На верхнем ярусе размещена прогулочная дорожка, мощенная тротуарной плиткой. Предусмотрена линия вечернего и ночного освещения. Жемчужиной этого объекта станет, конечно, ротунда, которая находится недалеко от мемориала. Мы надеемся, что она будет тоже посещаемым местом, как для молодожунов нашего города, так и для туристов. О туристах Мышкине забывать нельзя. Только за 9 месяцев этого года город посетило порядка 150 тысяч человек. Один из 30 интереснейших музеев городка – Древожизни. Здесь все натуральное, пахнет хвоей и березой. Практически все, что окружало наших далеких предков, было сделано из дерева. Например, вот эта логушка, она служила для переноски продуктов питания. Самая востребованная городская профессия – экскурсовод. Экскурсии ведут мастера своего дела, ведь туристам должно быть интересно. Покидая Мышкин с новым багажом знаний, они точно вернутся сюда вновь. Для людей, если честно, это другая галактика. Но когда после всей экскурсии они начинают понимать какие-то вещи, и они на самом деле в восторге от того, что они могут куда-то прийти и прикоснуться к этому знанию. И это только один из множества городских музеев. Есть еще Мышкины палаты, этнографический музей. Здесь проводится фестиваль мыши и форум «Мышкинский самоход». На сегодняшний день на каждого местного жителя района приходится около 18 туристов и экскурсантов. И этот показатель имеет стойкую тенденцию к росту. Сейчас о Мышкине говорят, как и быстро развивающемся туристическом центре. И данное направление является для района самым важным и перспективным. Ну вот мы вернулись. Как уже сказано, туризм – основное направление Мышкинского района. А можете какие-то цифры и примеры привести? Ну, во-первых, я хочу сказать, что для любого главы района в первую очередь это занятость. Если вот сравнить, говорит о том, что у нас на территории Мышкинского муниципального района два градообразующих предприятия – это газораспределительная станция и нефтеперекачивающая. Вот на газораспределительной станции работает 700 человек. То у нас в туризме на сегодняшний день занято более 700 человек. То есть это можно сказать, что это уже огромное предприятие. То есть это люди, которые могут спокойно занимать себя в этом направлении. Это первое. Второе, я хочу сказать, что в несколько раз увеличился товарооборот. Здесь уже цифра приводилась, что у нас уже, значит, 178 официальных туристов – тысяч. 178 тысяч. Поэтому это немаловажно. И на сегодняшний день, благодаря тому, что сегодня турист с каждым годом, он у нас увеличивается, соответственно, идут и инвесторы. То есть благодаря этому мы уже работаем в направлении инвесторов. Вот, например, к нам пришли большие торговые компании, там, Дикси, Магнит. И дальше мы в этом направлении работаем. То есть у нас сегодня гостиничный комплекс уже очень хорошо работает. Если вот смотреть 10 лет назад, то у нас была проблема, куда поселить человека, который приехал не на один день, а на три дня, на неделю или больше. То сегодня, соответственно, пришли инвесторы. Вот у нас на берегу Волги очень хороший саммит. Это вообще такой культурный комплекс, где и боулинг, где непосредственно хороший ресторан, где можно, соответственно, и бассейн поплавать. То есть кроме всего у нас ресторан «Мышеловка» и гостиница, значит, «Кошкин дом». То есть, соответственно, инвестор уже идет, ему уже интересно. То есть мы это прекрасно понимаем. И вот в этом направлении, соответственно, идет прекрасная работа. Ну и кроме всего, нужно сказать, что на сегодняшний день уже и налоги идут. Что если вот в целом мы в год туризма уже получается где-то около 7 миллионов. Ну это имеется в виду не только в районный бюджет, это и в бюджет субъекта, и в федерацию. То есть это уже о чем-то можно говорить. Ну и кроме всего, я хочу сказать, что вот у нас создан муниципальный мупцент туризма, и вот «Мышкины палаты», и «Музей валенок», вот куда это входит. То есть сегодня мы как бы благодаря этому еще работаем, тоже это занятость. И второе, то что у нас в Ярославской области работает программа переселения граждан из аварийного ветхого жилья. Целевая. Да, целевая программа. То на сегодняшний день вот это жилье, которое остается, а это дома особенно, которые, значит, имеют ценность для нашего города. То есть мы пытаемся каждый домик старый сохранить, потому что мы рассматриваем наш город не только как объектом, да, а как музей под открытым небом. То есть чтобы именно турист любовался именно этим домиком. Так вот, чтобы они не зевали с открытыми, там, разбитыми окнами, мы чисто отдаем мупцент туризма этот дом. Они, соответственно, вкладывают свои деньги в этот дом, делают какой-то объект показа, и, соответственно, он работает как на благо и даже еще приносит дополнительные деньги. И хочу сказать, что, наверное, мышки накличаются тем, что мы на сегодняшний день уже ни копейки в мупцент туризма не вкладываем. То есть он сам себя обрабатывает. На самоокупаемость переживает? Россию на весь мир. Больше нет такого музея. И, соответственно, дальше вот в этом направлении стали работать. Ну и, наверное, первое пошло, это с первого фестиваля мыши, где приехало уже много гостей. И постепенно, ведь начинали, можно сказать, 6 тысячи туристов, а сегодня 178 тысяч. То есть постепенно это все развивалось, развивалось, и сегодня уже эта машина как бы работает очень прекрасно. И хочу сказать, что даже к нам едут уже с других не только, значит, районов, но и областей уже этому получится. Ну вот, например, я хочу сказать, мы всегда говорим, у нас что не дом, то история, что не человек, то личность. То есть у нас мышкинцы, они очень сильно любят свой город, они вкладывают душу в нее. И, соответственно, вот эта вот она работа видна, потому что сегодня вот та аура, которая есть у нас в мышкине, вот именно создается людьми, мышкинцами. Вот это очень даже хорошо. Я, как понял, эта аура все-таки нашла признание. У вас в прошлом году в выездное совещание было Ассоциации Малых Туристических Городов России. Какие-то привилегии и дальнейшее развитие получила? Ну, во-первых, я хочу сказать, что да, у нас было 40 городов России, ну, представителей я имею в виду. Ну, наверное, в первую очередь нужно сказать, что каждое общение оно дает. То есть мы на сегодняшний день не только мы рассказывали, что у нас, но мы делились опытом. Мы сами тоже учились. И вот это вот общение уже много дает. При том, что даже были такие моменты где-то спорные, да, вот нам некоторые высказывали. Вот почему там у вас нет шикарных газонов и так далее. Мы с этим не согласились. И скажу почему. Потому что мы мышкинцы, мы особенно. Я всегда говорю, да, должно быть чисто, должно быть аккуратно. Но пускай русский одуванчик растет. Не надо нам этих заграничных газонов. Вот именно мы рассматриваем вот в этом направлении вопрос. Почему я ранее сказал, что мы сегодня ставим вопрос, как музей под академьем. Не только дом, даже опускать заборчик. Вот у нас сегодня начинает работать программа, например, фасад, полисад. То есть мы уже рассматриваем вопрос, чтобы он русский забор был, чтобы русское дерево росло. То есть вот это вот направление, вот именно в этом направлении мы и строим всю свою работу. А набережную в каком стиле сделали? А набережную тоже в мышкинском стиле сделали. Потому что на сегодняшний день вот уже было сказано, что протяженность набережной 2 километра 100 метров. Она имеет нижний бульвар, она имеет верхний бульвар. И, соответственно, хочу сказать, вот для нас, ну будем говорить, этот разговор по строительству набережной начался уже где-то лет 10 назад. Вот как раз я только заступил главой муниципального образования. Для нас это была вообще мечта. И сегодня мышкинцы, они это прекрасно понимают, что вот эта вот мечта, она просто свершилась. Конечно, мы от чистого сердца, вот пользуясь моментом, нужно сказать, благодарность нашему мужскому губернатору Сергею Николаевичу Ястребу. Непосредственно Валентине Владимировне Терешковой. Она наш гость. Притом, что на дне города мы ей присвоили звание почетный гражданин города Мышкин. То есть она любит Мышкин и мышкинцев. Кроме всего, нужно сказать, конечно, нашему уважаемому президенту Владимиру Владимировичу, правительству Российской Федерации, правительству Ярославской области. То есть вот то, что это произошло, мы это прекрасно понимаем. И я думаю, что мышкинцы, они просто отработают вот этот подарок, который они получили. Вот было сказано, что стоимость объекта 520 миллионов. Мы прекрасно понимаем, что это полмиллиарда. Ну и кроме всего, нужно сказать, и Мышкин-то один такой в России. Это изюминка. И вот то, что мы сегодня рассматриваем, что, например, даже нижнюю дорогу мы там сделаем велотрек на следующий год. Это раз. Кроме всего, у нас уже сегодня люди, вот эти вот сходы, которые с верхнего бульвара на нижний бульвар, да, они уже зарядкой занимаются, они уже здоровье. Вот вам все нормы ГТО, о чем сегодня говорит президент и губернатор. Кроме всего, та ротонда, которая тоже, она вот именно по Мышкинце, которая будет красиво освещаться. Сегодня уже наш Дом культуры работает по программе, как молодые, значит, свадьбы, там, молодожены будут распиться снова по Мышкинце, снова по особенному. То есть мы стараемся все это вот включить вот в единую эту нашу мышкинскую систему, нашего мышкинского государства. Те, наверное, 40 городов, которые к вам приезжали, они, наверное, подумали, как бы нам у себя такое сделать, и не за 15 лет, а поменьше. Давайте перейдем к другой теме. Я предлагаю сейчас посмотреть второй сюжет нашей съемочной группы, который важен для всех. Это дошкольное образование, как оно у вас реализуется. Запустите, пожалуйста, сюжет. Население Мышкинского района 11 тысяч жителей. И это одна из немногих территорий региона, где решена проблема мест в детских садах. Четыре дошкольных учреждения работают в самом Мышкине. Их на постоянной основе посещают 468 детишек. Новый детский сад «Теремок» на 110 мест здесь появился совсем недавно. С введением детского сада в эксплуатацию в 2013 году мышкинцы обрадовались, что и детский сад новый, и очередей теперь не стало. Все детки посещают детские сады. Стоимость нового сада составила 84 миллиона рублей. Из них 40 – это средства областного бюджета. Сад с бассейном в Мышкине – это отличный подарок для малышей. Их хлебом не кормить, дай поплескаться. Занятия самые простые. Дыкаю ножками, и еще играю, мячиком тяжелую бучки даю. Если детский сад в райцентре уже открыт, то строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается. Он городу и району также очень необходим. Столь масштабного проекта в Мышкине еще не было. Очень хочется ходить туда со своими детьми. У меня подрастает маленький ребенок, который с нетерпением ждет. Мы каждый день ходим в детский сад и смотрим, как он растет. Двухэтажное строение строили менее чем за полтора года. ФОК предполагает два бассейна для детей и взрослых, два спортивных зала, тренажерный зал для занятий аэробикой и зал для единоборств. В полном цикле, в котором все предусмотрено, здесь порядка 262 человек в выпускной способности. Поэтому делаем все возможное и сделаем. В этом году будет функционироваться. Новый комплекс станет подарком мышкинцам на Новый год. Мы продолжаем говорить о развитии мышкинского района. Анатолий Геннадьевич, садик посмотрели, замечательный садик с бассейном и со всем остальным. Цифры услышал по областному бюджету, по федеральному. Мышкин сколько вложил? Мышкин вложил около 8 миллионов рублей. И я хочу сказать, что вы, наверное, заметили, что у нас все особенно. Вот даже детский садик, он имеет другой свой облик, правда? Вот как бы есть вот садики, чисто как коробка стоит. А у нас уже вот подошел ребенок к садику, все, он уже учится красоте. Ну и, соответственно, вот то, что внутри садика, это, наверное, пример всем остальным. Я думаю, что вот в этом проекте есть, что из этого проекта взять. Потому что мы рассматривали, чтобы он у нас, садик был особенный, чтобы туда хотелось идти. Во-первых, я хочу сказать, что у нас, вот как было сказано на 110 мест, кроме всего, каждый вход в группу, он с улицы разделен. Это раз. Во-вторых, у нас каждая группа имеет, куда можно колясочку убрать, чтобы ее не мочило дождем или снегом. Кроме всего, у младшей группы, в группе полы с подогревом. Кроме всего, у нас каждая группа имеет непосредственно свою внутреннюю связь. Кроме всего, выход в город, каждая группа, чтобы нам мало ли что-то случилось, чтобы не бегать по садику искать, позвонили. У нас отдельно прачечная. У нас, как уже было сказано, отдельно спортзал. У нас отдельно музыкальная комната. У нас отдельно комната разгрузки. И, конечно, плавательный бассейн. Вот много идет разговоров, что дорого, недорого. Но вот в моем понимании, я считаю, что экономику нужно считать на производстве. А в детей мы должны вкладывать. И вот плавательный бассейн, я считаю, что должен сегодня иметь каждый садик. Потому что у всех у нас есть дети, у нас у всех есть внуки. И когда посмотришь, как ребенок просто... Да он хочет. Вот ведешь ты его в садик, он в лужу хочет встать. Ну, ему интересно. И вот, понимаете, вот это когда дети купаются, ну, это просто стоишь и сам, как ребенок радуется. И вот если посмотреть экономику, ну, вот садик нам обходится, то есть бассейн нам обходится, чтобы его содержать, 150 тысяч в год. Ну, это что, такие большие суммы? Видят ту радость, тот смех и так далее. И вот на сегодняшний день с водом этого детского садика, да, вот этот садик у нас заполнен. У нас еще один есть садик, тоже с плавательным бассейном. Вообще у нас в городе 4 детских садика. Но я хочу сказать, что мы, наверное, одни из немногих, которые могут сказать, что у нас на сегодняшний день в детский сад места свободно. Вот захотел повезти, и ты его ведешь. То есть у нас на сегодняшний день еще даже в городе 35 мест свободных. А если в целом район взять, то 80 мест. То есть это очень даже здорово. Вы сейчас разрекламируете Мышкинский район? К вам начнут переезжать соседних кругов. А вот, кстати, по привлекательности садика, буквально вот на днях наблюдал картину, отец пытался вытащить ребенка и повезти в садик. Он уперся ногами, руками и никак не пошел. Если бассейн есть, наверняка, может быть, появится желание. Но вот как раз о спорте ФОК построили. В рамках какой целевой программы он создавался? Ну, это целевая программа «Газпром детям». Значит, стоимость ФОКа 220 миллионов. 200 миллионов – это «Газпром», 20 миллионов – это непосредственно бюджет области. То есть здесь тоже нужно сказать огромное спасибо и губернатору, и областным депутатам. Конечно, я считаю, что вот на сегодняшний день, ну, наверное, я счастливый глава муниципального образования, что на 6 тысяч городского населения, а если в целом районе уже было сказано около 11, строится вот такая махина. И, конечно, наша задача, вот задача власти – задействовать так, чтобы этот ФОК именно работал. И мы сегодня даже рассматриваем вопрос, а вот если посмотреть ФОК, да, уже было сказано, это 5 дорожек по 25 метров. То есть это можно проводить даже российские соревнования. Это детский бассейн, это три огромных зала, где залы по кудой и так далее. Это где также комната разгрузка и массажные кабинеты. Кроме всего второй этаж – это зал заседаний, там будет кафе. То есть мы рассматриваем полностью, чтобы вот туда пришел, ему хотелось не куда-то идти покурить там или позаровать, да, а вот именно заниматься спортом. Потому что мы прекрасно понимаем, что если мы будем сильными, здоровыми, то наше государство тоже будет сильное. И, конечно, вот в этом направлении мы работаем. Кроме всего, нужно сказать, что сегодня огромную роль играет специалист. И мы все-таки вот имея такой физкультурно-оздоровительный комплекс, а в нем будет работать около 40 человек, это еще и рабочие места, то есть мы сумеем уже подготовить кадры так, чтобы грамотно занимались с ребятами. То есть мы же не секрет сегодня у нас, у позвоночника и у всех болеют. То есть не просто ведь поплавать, а грамотно поплавать, грамотно заниматься. И вот сегодня не секрет, что даже в некоторых сельских школах проблема найти учителя физкультуры. Но ввиду того, что у нас в районе и в области работает программа «Школьный автобус», то мы на сегодняшний день даже уроки физкультуры не только городской школы, но и сельских школ именно будем проводить вот в этом физкультурно-оздоровительном комплексе. То есть вот это на самом деле это прекрасно, это здорово, это снова, как я сказал, по берегу укреплению. Ну это просто сон. Наверное, работа та аура, которую мышкинцы создают. Мысли материальные. Да, это точно. Наш корреспондент говорил, флок достроят к Новому году, это будет подарком. А успеют ли? То, что касается внутренней отделки работы, это успеют. Но то, что касается благоустройства, здесь ничего страшного нет, потому что плитку, асфальт, я думаю, что сейчас уже нечего деньги выкидывать на ветер. Мы просто, значит, весной, летом быстренько это все доделаем, и будет все прекрасно. При том, что ведь на сегодняшний день, то, что касается нашего физкультурно-оздоровительного комплекса, ведь мы вот говорим, да, Мышкин – это провинциальная столица музеев, Мышкин – это провинциальная столица фестивалей. Но мы сегодня говорим, Мышкин – это спортивная столица. Вот мы это заявляем, потому что на сегодняшний день уже в Мышкине много сделано. Помимо физкультурно-оздоровительного комплекса у нас есть стадион братьев Бутусовых, где поле пятого поколения, где мы имеем сертификат, что мы можем проводить даже российские соревнования по футболу, где непосредственно у нас корт, где, можно сказать, на сегодняшний день единственный в области, где пляжный футбол и волейбол. То есть вот это вот все, не говоря о том, что ввиду того, что работает программа в области, это именно по спорту, мы только, значит, пять функциональных, многофункциональных, значит, вот таких объектов построили на селе. То есть это сегодня село уже получило прекрасные вот такие вот корты, где они вот этим вопросом тоже могут заниматься. Это уже говорит о том, что это не просто на поле где-то побегали, да, там, буерашки или еще что-то, а это уже цивилизованно, грамотно, где им интересно этим заниматься. То есть это мини-футбол, мили-волейбол, баскетбол и так далее. Ну, со спортом, с туризмом все хорошо. Вы говорили вначале, занимаетесь еще сельским хозяйством, и здесь есть какие-то вопросы. Что не так, и можно ли эти проблемы решить? Нет, ну я считаю, что для того, наверное, и глава района, и для того мы есть, чтобы решать эти проблемы, несмотря как сложно или что-то. Просто вот та ситуация, если вы помните 92-й год, когда наш уважаемый президент Ельцин подписал, что можно было землю непосредственно раздавалось на паи, то сегодня какая картина произошла, что колхозники ее приватизировали, потом, можно сказать, что за копейки ее начали продавать, пока не было инвесторов. Сегодня вроде уже инвестор, он пошел. Но инвестор, он идет туда, где есть хороший объем этой земли. То есть, например, нормально животноводческий комплекс построить, нужно как минимум 5 тысяч или 6 тысяч гектаров. Соответственно, это уже проблема. Хотя, вот я уже пример привел по возрождению, что у нас, значит, в вопросах пиццеводства. Сегодня нужно сказать, что к нам пришла фирма Агриволга, это вот, которая в Угличе и к нам. То есть, у нас уже примеры есть, они уже одно хозяйство, вот верный путь взяли, дальше они взяли Россию хозяйство. То есть, постепенно в этом направлении работа она идет. Ну и сейчас, вот мы даже тоже с одним инвестором рассматриваем, я пока не буду говорить, чтобы не сглазить, как говорится, но постепенно мы эту работу ведем. Кроме всего, нужно сказать, правда, мы стараемся, но у нас работает программа на уровне муниципального образования, где мы колхозникам просто вот держат, там, корову, там, да, или скот кого-то, да, мы выделяем 5 тысяч на покупку в год и 2 тысячи на корма. Хотя это мало, и мы надеемся все-таки, что вот именно такая программа, именно по нашему, как вот, как у нас в районе, да, она заработает и на уровне непосредственно всей Ярославской области. Потому что сегодня, наверное, прекрасно, ведь колхозник, он сам себя обработает. Самое главное, чтобы цена нормальная была, ну и, соответственно, сбыть продукции. Вот в этом направлении тоже надо сегодня работать, потому что сегодня, в связи того, что вышел закон в мае месяце, подворный забой скота запрещен. То есть это тоже вот в этом направлении мы работаем. Но я думаю, что все вместе, общими усилиями, все-таки мы эту проблему постепенно в Мышкине порешаем. Порешаем. Интересно. У нас программа сейчас подходит к концу. Вопрос несерьезный. А кто-нибудь когда-нибудь читал, сколько мышей у вас сделали, сувениров или еще что-нибудь такое? Ну, соответственно, никто не считал, но я могу сказать, что сувенирная продукция, она очень идет хорошо. И мы сегодня ставим вопрос, чтобы не только это, ну, будем говорить, Китай скупать, вот это, очень много вот этой сувенирной продукции есть. Но ввиду того, что у нас есть непосредственно свои умельцы, мы говорим, что нужно делать свою продукцию, свою мышку, из глины и так далее. Вот в этом направлении мы тоже будем работать. А вообще я хочу сказать, что мы как бы вот по принципу старой мудрости работаем, да, что, чтобы уверенно стоять на земле, на ногах, нужно быстро идти. Или, как я всегда говорю, что вот нам нельзя, это как спорт, споткнулся, обогнали. Вот это делать нельзя. И, наверное, вы заметили, что у нас мышкинцы, они так немножко самолюбивы. И они вот, каждое дело, они в изюминку превращают, чтобы это вот у нас, они считают, что это всех лучше. Поэтому я думаю, что наш маленький город, он будет замечен не только в Ярославской области, но и в России. И я думаю, что мы сегодня вклад в развитие нашего сильного государства мы внесем. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну и наша программа подходит к концу. О развитии мышкинского района мы говорили с главой Анатолием Курицем. Спасибо большое, что пришли. До новых встреч. С вами была программа «Территория» и Евгений Журавлев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин